Хай-хай, с вами Фёдор Сумкин, вы на канале GamePal Сумкин. Очевидно, но правда. И, ребята, сейчас мы с вами поиграем в такую игрушку, как Max Payne Mobile. Это мобильная версия популярной игры Max Payne от компании Rockstar. Сегодня мы поиграем в неё. Пкачал её сначала один раз, ну, в первый раз, когда скачал, она у меня... Не совсем пошла в том плане, что не были видны, вот, меню не было видно. Звук шёл, картинка была, вот этого самого меню не было. Скачал вот сейчас, всё отлично пошло, звук есть, всё отлично, не тормозит. Так что давайте начнём новую игру. Да. Игра полностью на русском языке. Тут русская озвучка, субтитров нет, но они в принципе не нужны. Субтитры будут в этом самом, в комиксных заставках. Ну, в заставках в виде комикса. Буду молчать, сейчас заставочек пройдёт, всё такое. Оставайтесь на связи. 10-10 в Айзерплазе, беспорядки разберитесь. 10-4, подтвердите адрес. Это Айзерплаза, повторяю, Айзерплаза. Выстрелы на крыше. Там нападение в самом разгаре. Повторяю, это нападение. Перестрелка на крыше. 10-80, обеспечиваю. Необходимо подкрепление и побыстрее. Угроза жизни полицейского. Угроза жизни. 10-5, отзовитесь, 10-5. Внимание, всем постам. Всем постам. Тревога. Угроза жизни полицейского. Майзерплаза, повторяю. Майзерплаза, всем постам. Все они были мертвы. Последний выстрел поставил жирную точку в этой истории. Я снял палец с курка. Всё было кончено. Ох, уже та ухмылка Макса Пэйна. Очень популярная. Ну, поехали, вернёмся. Эта ухмылка Макса Пэйна, она меня всегда забавила. При любой ситуации, хоть была весёлая, грустная. Хотя у Макса Пэйна все ситуации будут грустные. У неё всегда выйдет эта вот ухмылка. Когда же ты начнёшь работать на меня, детектив Пэйн? Чтобы ты отправила меня секретным агентом в какое-нибудь пекло. Извини. Но Мишель и девочка для меня важнее. Вот это моя последняя секрета. Нечего розе дышать дым. В этом ты весь, Макс. Был и остаёшь собой скаут. До встречи. Четверг вечером покер. Не забыл? Такое не забывается. Жизнь была прекрасна. В воздухе висит запах свежероскошенной травы с газонов. Где-то смеются и кричат дети. Дом за рекой на стороне Джерси, где тебя ждут красавица-жена и чудесная маленькая дочка. Настоящий воздушный замок, ставший реальностью. Малыш, я пришёл. Если бы только воздушные замки не разрушались, пока на них не смотрят. На небо тихонько вскарабкались сумерки, наполненные дурными предчувствиями. Ведь мы не зря. Ну, поехал геймплей. Мишель, солнышко, кто-нибудь дома? Мне сразу не понравился этот спектакль. Правда, для меня отвели самое лучшее место. Да. Беспорядок тут, конечно, не слабый. Ну, ладно, поехали. Так, давайте тут всё обыщем. Так, потому что-то упало или не показалось? Показалось. Так, обыскиваем всё, потому что здесь всё важно. М-да. Телефонитель. Послушайте, кто-то забрался в мой дом. Вызывайте службу спасения. Это дом мистера Бэйна? Да, кто-то ворвался в мой дом. Они ещё здесь. Прекрасно. Боюсь, я не смогу вам помочь. Кто это? Алло. Да. Неизвестно, зачем позвонили вообще, если могут помочь. Странные люди. Так. Что у нас здесь? Честно говоря, я без понятия, что дробовик делает в шкафу. В шкафу для одежды. В обычном доме. Я, конечно, понимаю, что дом полицейского, все дела, но дробовик на открытом месте лежит. А вот если бы ребенок заполз, он бы взял его, нажал на курок и, боюсь, причесавить, что это было бы. Хотя, по сюжету Макс Пейн, он бы уже не заполз. Так. Ну, ладно. Проверяем всё. Может, я автомат найду ещё. Кто знает. Так. Всё, завален. Ё-моё. Что за парашка произошла? Идём наверх. Нет, вы не троните девочку. Вы не пошлите. Только девочку нет. Да заткнись ты, наконец. А-а-а-а. Что там происходит у вас, народ? Не надо. Нет. Макс. 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 Пожалуйста. Всё? Уже? Там же вроде, если я правильно помню, там, что с ним выстрелили, у неё или что? О, это слоу-мо. Всегда любил у Макс Пейн. Блин, на самом деле, картина очень мрачная, очень сейчас жуткая, потому что играет колыбельная, ну, музыка колыбельной. А тут повсюду трупы. Трупы наркоманов, труп дочери. Маленькой. Умрёт! Нет, 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 нет. О, нет. Мишель. Нет. В принципе, я это знал, но всё равно. Всегда это момент было самым таким для меня грустным. Вся семья погибла. Своего рода Макс Пейн – это тот же самый каратель из Марвела. Просто Макс Пейн, он работает по закону, то есть он работает полицейским детективом, а каратель он карает без закона, без свидетелей, без суда, без всего. Это случилось три года назад. Всё рухнуло за один вечер. Эти подонки были накачаны неизвестным раньше наркотиком Волькирином. Или просто В. После похорон я сказал Алексу, что согласен работать на отдел по борьбе с наркотиками. У нас ушло три долгих года, чтобы найти брешь в бизнесе торговцев Волькириной. Наконец, два месяца назад, информатор сообщил нам, что Джек Лепина, один из крупных боссов мочезного клана Пунчинелло, занимается наркобизнесом. Я засекретился и проник в один из самых опасных кланов Нью-Йоркской мафии. У нас... У нас... А у нас в квартире газ. Так. Я так понимаю, сейчас будет заварушка в метро. Первая миссия. Может, я так понимаю, что та миссия была прологом? А сейчас уже идёт полноценная первая миссия. Я вошёл, оставив снаружи тьму и холод. Город снаружи бушевал, как разъярённый зверь. Я медленно подбирался от мелкой рыбёшки к более крупной, пытаясь выяснить, откуда берётся наркотик. Алекс и Пепе были моими единственными связными в отделе. Это Пепе. Случилось что-то важное, связанное с людьми. Тебе нужно как можно быстрее встретиться с Алексом. Поезжай на станцию Роско-стрит. Я не встречался с Алексом с тех пор, как ушёл в подолье. За окном всё холодало. Снег валил с такой силой, что казалось, что сами небеса готовы упасть на землю. Каждый искал укрытия. Казалось, что на завтрашний день надежды ни у кого не было. Но метро было ничуть не лучше. Это чувство обрушилось на меня, как выстрел в упор. Что-то было не так. Моя билета... Твоя билета? Ага. Так, ну что? Если что-то не так... То опять будут пострелушечки, трупы, кровь, мясо, мутюки. Ну а то, что было дальше, этого не будет. Если вы поняли, о чём я. Так, ну поехали. И снова это ухмылка. С этой ухмылкой бегать будем. Он будет бегать всю игру. Мы-то всю игру бегать не будем, потому что это обзор. А он будет. Ладно, поехали. Мне кто-то болит, или что? Ворота были закрыты. Алекс не назначил бы встречи на закрытой станции. Что-то было не так. Так, ну уже что-то не так. Как видите, стена прострелянна. Лужа крови. И ведёт она сюда. И бац, труп. Кто бы сомневался. Ну запах свернувшейся крови, он, да, не очень приятный. Честно говоря, я не знаю, что в шкафу, в раздевалке, делают патроны для пистолета. Я думаю, что и здесь не будут, да? Да, и здесь они тоже есть. Странно, согласитесь. Так, открой. О, обезболивающее. Теперь, что у нас? В душе. Так, душ в метро. Странно. Так. Я не знаю, почему в каждую игру добавляют возможность смыть в унитазе или открыть кран. Или, ну, открыть кран, да. Включить воду, но довольно странно, согласитесь. Всё, супер. Эти ребята, у них уже лица синие. Мне кажется, они уже трупы были. Я только что зомби убил. Классно. Нечего сказать. Так, а где ваши пистолеты, ребят? Вы что, без оружия, что ли? Странные бандиты. Всё, здорово. Пистолет. Пистолет. А, дезертыгл. Ух, ты ж, блин, фига есть ударная мощь, дезертыгла. Неслабо, неслабо, нечего сказать. Так. Возьми-ка пока что беретту. Так. Так. Так, стоп, он где-то свистит. Здорово. Всё. Спасибо за твой помповый дробовик, помповое ружьё. Так. Кот. Ну мы его, естественно, не знаем, да? Естественно, кто бы сомневался. Ну шо? Бандюганы. У меня есть дробовик. А у вас нет дробовика. Вы теперь понимаете, в какой вы заднице? Так. Ты чё застрел? Прямо в него влетел и дробовиком выстрелил. Мне кажется, у дезертыгла мощь более ударная, чем у дробовичка. Так. Сейчас надо быть осторожным. Там, наверное, стоит один из них. Ну и, конечно, стрелок тут ещё. Посадим, прострелил два помойных ящика, а в противника не попал. Я просто гениальный стрелок. Просто снайпер. Не знаю, что же было в полиции с таким навыком стрелка. Видимо, что-то забыл. Так. Пустой ящик. А, нет, пустой. Патрон дезертыгл. Так. Сейчас они там будут стоять, наверное, да? Так что возьмем берету. Даже выстрелить не успели. На самом деле, здесь вот во время слоу-мо... На самом деле, во время слоу-мо стрелять целится очень сложно на телефоне. На компьютере это было легко, но здесь это довольно-таки сложно. Так что, вот так вот. Так. Здесь не пройдём, значит, нам надо идти туда. В любом случае. Так. Не застряй. Это никому не нужно. Дай вот сюда. Блин, он выстрелил в меня. Он... Да что ж такое с моей дикцией, ё-моё. Он выстрелил в меня из дробовика. В упор. Я должен был давно умереть. Но нет. Мы живы. Потеряли только свои ноги. У меня в левом... В верхнем углу экрана показано моё здоровье. Как видите, я потерял свои ноги. И ходить я уже по идее не должен. Но... Это же игра. Это же Макс Пейн. И здесь мы можем делать, что хотим. Сейчас, подожди. Полномочный. Сейчас тут всё проверю. Я такой же полномочный, как и ты. Так, всё. Полный магазин для дизертыгла. Да, для дизертыгл. А, у меня, кстати, двойная билета. Два пистолета, забыл сказать. Так. И один дизертыгл. Хорошо. Давай, пойдём, начальник. Ты мне поможешь открыть дверь наверху. Потому что ты же тут работаешь, как мне крути. Значит, должен... Знать, как тут что открывается. Хотя, мне кажется, что долго ты не проживёшь. Мне почему-то так кажется. Так, открывай давай. Ну, о чём я, собственно говоря, и говорил. О чём я, собственно говоря, и говорил. Классно сказал, да? Согласитесь. Почему она закрылась, я не понимаю. Так, открой-ка с новой. А где он? Блин, зря потратил слоу-мо. Так. Так. Мне кажется... Смотрите, куда попал я, и он умер. Мне почему-то кажется, что он вообще не умер, его просто оглушило. Так, у меня жизни маловато. Давайте будем обезболивающее. Лё, пей. Всё, отлично. Так. Бередровики. Так. Так, это там таблетки лежит, или что? Нет, не таблетки. Что такое? Что ты там открыл? Или ты ничего не открыл? Ну, фиг его знает. Так, здесь никого. Так, у тебя вопросительный знак. Ой, точнее, восклицательный. Значит, ты что-то нашёл. Ага. Циферки. По-моему, ты что-то включил, да? Так, здесь закрыто. Так, что-то мы открыли. Что-то дооткрыли. И у тебя ещё вопросительный знак. А, о. Куча обезболивающих. А тут что? А, камера. Поезд сиял, как рождественская ёлка. Электричество было восстановлено. Всё, отлично. Раз поезд сияет, как рождественская ёлка, значит, мы поедем на Северный полюс. А именно, за бандюганами. Так, только надо ещё как-то к ним пройти. Как-то к ним пройти. Так, здесь ничего нажать нельзя. Нет, ничего. Всё. Супер. Так, тут ничего открыть. Можно? Нет? Можешь что-нибудь открыть? Нельзя ничего открыть. Это, однако, очень плохо. Откройка. Так, куда нам теперь? Вот вопрос. Поезд, поезд. Он здесь? Да, он здесь. Получается, мы сейчас поедем к тем бандюганам, которые находятся за той закрытой дверью. К ним поедем. Да, кстати говоря, вот та самая камера. Вот. И... Будем там. То есть, по поделкам. Транзитный поезд. Хорошо. Нет, сюда мне пока что не надо. Всё, поехали. Мы едем, 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 едем в далекие края. Добрые соседи, веселые и другим. И пробили просто-напросто. Вот такой вот вандализм. Правильно, довольны церемоний. Ой, щас пострелушечке будут. А! А, нет. Значит, ещё одни есть. Всё, здорово. Минус, ребятки. Так, дверь. Да, вот она, та самая дверь. Можно её открыть сейчас? Чтобы, если что, легче было попасть туда. Значит, нам в любом случае надо вот сюда. Возьми-ка ты помповик. Помпово, выражение. Да, блин, пропустил. Хочу с ним побегать. Глава 2. Сместо преступления. Нас разыскивают, что ли, или что? Мы же полицейский. Ну как? Работные в подполье. Так что вот так вот. Ну пошли. Так. Проверяем наличие полезных предметов. И понимаем, что их здесь нету. Просто-напросто нет. Так, ну здесь нужно что-нибудь. Ну не дробовик, потому что дробовик в таких ситуациях он не очень уместен. Так. Открывай. Нормально так, да? Полетел. Кумарин спалился с лестницы. Ой, там еще один. Так. Помповик мне. Там еще один. Вот в лестнице. Как раз таки вот в таких местах дробовик уместен. Это да. Никого. Ух ты ж, блин, хедшот. Ему по идее голову сейчас должно было разнести на кучу кусочков. Все должно было сейчас быть в его голове. Ну, то есть все стены, все должно быть в кусках его головы. Вот так вот. Вот это я и хотел сказать. Каким-то тоннелем бежим. Метро. Так. Тут тоже мы берем берету. Хотя нет. Тут можно, в принципе, и с помповым ружьем справиться. Да блин, ты будешь стрелять сегодня или как? Шикарно. И то, что он не стрелял, мы потеряли кучу жизней. Давай. Это обезболивающее. Тут оно очень плохо нажимается. Потому что маленькая иконка с таблетками. И действительно плохо нажимается. Была бы она больше, было бы все легче. А так, пока я захочу покушать обезболивающее, меня в это время убьют. Подбегут сзади и расстреляют в упор. Ра, стреляют в упор. Ра, ра. Видите, я могу выговаривать р. Но из-за моей быстрой, не совсем понятной дикции этого не видно. А это еще что такое? Походу, что-то подорвали. Так, там кто-то есть? По-моему, есть. Так, здесь закончили. Дай-ка детонатор. Ты о чем? Детонатор. Сейчас должна быть шутка с Бэтменом. Типа, где детонатор? Так, почему у тебя одна беретта? Я не понимаю, что вроде двойная была, нет? А вот двойная беретта. Тогда другое дело. Дверь была заварена тысячу лет назад, а в бомбе не было детонатора. А, обрез! Ух ты ж, блин! Откуда у меня 63 патрона на обрез? Я не понимаю, конечно. Довольно-таки много. Так, но обрез дело хорошее. Ничего не обстоит. Например, я. Блин, так неудобно на самом деле нажимать. Я нажимаю туда, где я хожу. То есть на кнопку, где я должен ходить. Но я обычно привык, что там у меня находится кнопка выстрела. Поэтому я ошибаюсь. Меня за это время убивают. Пока я ошибаюсь. Надо привыкнуть уже. Может... Нет. Просто ходить на самом деле вот так вот удобнее. Но вот эта вот кнопка должна быть вот здесь. Ну, хотелось бы, чтобы находилась здесь. Потому что я привык нажимать сюда, чтобы стрелять. Но она находится здесь. Так что не совсем удобно, скажем так. Так, 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 так. Так, сейчас надо скушать обезболивающий. Потому что у меня жизнь изгульки нос. Кушай. 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 Скушал. Так. Дальше. Ну, куда? Хотя, ладно, ребят, давайте, пожалуй, закончим на этом. Вот такой-то обзор получился. Можете скачать. Кто не играл или кто хочет поностальгировать, можете скачать себе. Потому что игрушка, в принципе, идет хорошо. Ее давно уже портировали. Уже как... Года три, наверное. Даже больше, наверное. Так что советую скачать. Игрушка очень классная. На компе ее проходил. И вот решил сейчас поностальгировать. Так что подписывайся, подписывайся на канал, ставь лайк, дизлайк. Напиши комментарий. Расскажи друзьям. Подпишись на группу ВКонтакте. Ссылочка будет в описании. А еще. Рекомендую вам подписаться на канал GreenBoy. Бой. Канал очень классный. Очень хороший. И он, этот парень, является братком Дрикса. Его канал тоже я рекомендовал в одном из выпусков. Так что советую подписаться. Всем удачи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok